Какая каста, какие варны были у наших предков? Были так называемые азы, да? Их до 3% было, не более. Это жрецы, волхвы, те, которые жили по кону. Они знали, что это такое, знали законы мироздания, то есть имели полную систему. Затем был человек, это до 12%, иногда до 15% в разное время. Сюда входили витязи, воины, казаки, вот если традиция наша брать здесь, вот 12% было. То есть чело на век данное, где чело у человека? Вот это чело, да? Вот это лоб, то есть лобное место, самое высокое. Нам взяли название, поменяли, почему? А чтоб кланялись, да? Чело бит, но и били. Не забывали, поменяли. Дальше шли так называемые людина. Людина, Веся, Жигет их было порядка 80%. Оно колебалось, это все. Эти уже жили по принципу какому? Дом построил, сына родил, дерево посадил. Все, больше ничего не надо. Если мы обращаемся к нашей системе Спаса, то мы говорим, что это было сформировано уже четвертое дело. Вот волевая чакра. Я назову в славянских тоже традициях. У нас первое называется Исток, да? Зарод. Живот, да? Слово Жизнь. И? Яр. И Перси, Грудь. Яр. Да, яр. Одну. Они разные назвали, но суть одна. Так вот я. Вот здесь уже развивалась система Яр. То есть вот человек, который уже четыре тела могло сформироваться. Вот здесь семь. Вспоминайте Пушкина. Тройка, семерка, тут. Помните, о чем это все? Тройка. Мы сейчас к нему не дойдем. Семерка – это человек. Семь тел сформированы вот в нашей системе, вот в этой. Это вот чакра горловая, да? Вишутка там ее называют. Это тоже славянские все слова. Кстати, это не их слова, это наши слова. И Муладхара, и все остальные. Это все славянские слова. Они даже не знают, что они означают. А мы, наши крытки, знали. И последнее – это жить. Жить. Вот три тела. Все оставшиеся, сколько там? Пять в районе. Иногда вот это все варировалось. А иногда их было больше, чем там людина, и тем более вот этого сословия. Этой варной, этой касты. Жить – иное слово «смерть». Принципы какие? То есть этот человек с животным строим психики. Совокупиться, покушать и оправиться. Где каких же большинство, как правило? Сейчас большинство, так, к сожалению. Перекачивать. Ну, говорим, что вот сейчас оно может быть и так. Их не большинство, нет. Их больше 12% не бывает человечества. Если больше 17-ти, апокалипсис и землю закрывают, как университет. Если больше 17-ти. Поэтому больше 17-ти быть не может. Что с 16-го года? По некоторым, наверное, я просто не хотел вас пугать этими цифрами. Вы уже знаете, что мы подходим к этой критической черте, на самом деле, к 17-ти. Если после 12-го года их число перевалит за 17-ть процентов, то будет нам мало места всем. Вот мы как раз вот сейчас вот общались на днях с товарищем, который заведует колонией на Украине. Он рассказывает о количестве малолетних колоний, которые очень сильно возрастают. Ну, есть такое. Сейчас мы... Это отдельная тема. Для чего большевики позагоняли людину, чтобы она не могла развиться в человека, в города? Для чего? А для того, чтобы больше вот этого уровня, у нее тела не сформировались. Что дают города? А города идут простые вещи у нас. Во-первых, метрическая система.